С этого года появилось еще одно потребование у подготовки школ до научного года. Во всех установках эдукации ДАИ укоронило еще и пашпорты дорожной безопасности. Про тях темы далее в сюжете. Пашпорт дорожной безопасности должен быть у каждой школы, кажутся у сотрудники ДИАШ-АТО-Инспекции. Это полная данная про научную установку, подшаток занятков, информация про рух, побач со школой, маршрут дом-школа-дом для детей и батьков, а также информация про владельника дорог. Это все дели без пеки детей. Чтобы науластные воши оценить готовность школ, супрационники ДАИ разом с нашей сдымочной группой наведали некольки из их. Первый подогляд попала школа номер 44, что у Бароуцы. Бачим, есть огороджая, есть отповедная дорожная разметка. Въезд на территорию школы ограничивает также еще дорожный знак. 3-2 движения запрещено. То есть эта школа готова принимать детей? Эта школа готова принимать детей. Разметка, пешеходные переходы, все разукрашено, пиктограммы. Дети, школа, все нарисовано, все готово. У школы номер 25 Могилева так само все отповедаем. Дорожная разметка, знак пешеходного пярохода, повышенные прикметности, вороты зачинены. Все, как треба. Все летний мониторинг, докладняет супрационники ДАИ, показал, что школы серьезно подошли до дорожной безопасности. Серьезных порушений зарегистровано не было. Госавтоинспекция не зря уделяет этой проблеме очень большое внимание, потому что дети – наше будущее, и они, придя в школу, должны почувствовать себя в безопасности. Даже с 25-го жнивня по 5-е вересня у мэтых детячей беспеки распочнется специальное комплексное мероприемство «Увага дети». Как удокладнили у ДАИ, что-то инспекции, у ГТПРЭД все водители повинны обовязково рухаться с уключенным ближним светлом фар. Алена Милюшанкова, Александр Артемьев, Новины региона.